МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы во второй раз проводим в Русском доме рождественскую новогоднюю ярмарку. Русский дом существует уже как два года в нашей общине и принадлежит русско-канадскому культурно-просветительному обществу. Сегодня у нас здесь более 20 мастеров, которые увлекаются народным творчеством. Здесь и новогодние игрушки, и картины, и фотографии, и бижутерия, и ювелирные украшения, и русские народные костюмы, и даже прекрасные меховые изделия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Полина Эйнем, и я сегодня представляю украшения из полимерной глины и бисера. Я, в общем-то, здесь уже выставляюсь второй раз, и вообще как бы время от времени выставляюсь на разных выставках. Здесь мне нравится, здесь свой клиент всегда приходит, всегда доволен, всегда рад, потому что именно вот наши люди как-то больше всего ценят ручную работу, им нравится, они любят одеваться красиво, интересные вещи, поэтому я думаю, вот мой товар как раз вот интересен для них. Здравствуйте, меня зовут Наталья Якимович, я гомеопат, и с недавнего времени я начала делать кремы, кремы натуральные. Я их делаю из как бы сырья, которые я покупаю, из замечательных масел, которые есть в природе, которые природа нам дала для того, чтобы мы ухаживали за собой, потому что совершенно нет никакой необходимости, чтобы мы наносили химию, потому что, в принципе, должен быть таким. Если мы не можем это съесть, мы не должны это наносить на кожу, потому что через 20 секунд все у нас в крови. То есть эти кремы, если добавить сахар, в принципе, можно намазать на коржики и съесть как тортик, да. В составе кремов масла твердые, средние и жидкие масла, также травы целебные, эфирные масла, которые я покупаю, тоже именно самого высшего качества, для того, чтобы они не просто хорошо пахли, а для того, чтобы у них был терапевтический эффект. Да, то есть даже масло для волос, для того, чтобы были, когда секутся волосы, если его нанести на руки совсем немножко, а потом вдохнуть, уходит нервное напряжение, потому что там есть специальное масло, петит грейн называется, оно снимает именно стресс. То есть это получается и ароматерапия, и как бы уход за кожей натуральными средствами. Если в прошлом году я украшения только свои выставляла, то в этом году у меня добавилось хобби, увлечение новое, и я вот стала писать, как правильно сказать, картины. И, ну, с украшениями у меня уже любовь давнишняя, мне нужно было отремонтировать несколько украшений, которые я раньше покупала, и когда я нашла человека, который мне ремонтировал украшения, мне сказали, процесс один и тот же, что ремонтировать, что делать. Поэтому мы тебя немножко поудучим и начинай делать. Так я начала делать украшения, и это моя первая любовь. И, наверное, как любое творчество, как любое увлечение, оно продолжает развивать человека, открывать какие-то новые грани и таланты. И так произошло в прошлом году, когда у нас в бизнес-клубе From Russia With Love появилась Наталья Осипова, художница, и предложила нам мастер-класс. И когда она провела нам первый мастер-класс, мы тоже влюбились вот в это творчество, в рисование, как для нас это раньше было. И благодаря Наташе Осиповой многие из нас, из нашего клуба, начали понемножечку обладевать этим искусством. И меня это тоже увлекло, и на эту выставку я решила представить три небольших работы, они очень яркие, и я думаю, что они будут великолепным подарком для любого человека. Поэтому для меня как бы праздники не застают меня врасплох. У меня либо украшения, либо теперь вот эти прекрасные картинки. Вот так в жизни должно быть каждого. В определенный момент просыпается личная тяга к творчеству, прорастает, так сказать, изнутри, и несовершенный мир тогда спасает та самая красота. Меня зовут Наталья Малыхина. Куклами я занимаюсь уже последние пять лет. Куклы я шью в чулочной технике. Есть большие куклы, которые, к примеру, требуют, чтобы, допустим, она стояла, нужно сделать проволочный каркас, а сверху уже идет все остальное. Каждая кукла имеет, конечно, свое имя, но как бы, особенно куклы, которые большие, у них есть каждого свое мнение. Вот это, к примеру, домовенок Кузя. Он сделан в нашем стиле, как бы, приносит добро в дом. Вот у него в руках это добро. Безусловно, и это в свое время еще утверждал Аристотель, общество станет счастливым только тогда, когда каждый человек будет творцом. Потому мне кажется, что все, кто представляет сегодня в Русском доме свое искусство, счастливые люди.